Здоров, чуваки! В данном случае не до аудиофилы, потому что сегодня у нас на обзоре не аудиофильская модель наушников, которая называется Pesun F6. Да, вот такое вот странное название, особенно для русскоязычных товарищей. Наушники, которые работают 150 часов на заряде аккумулятора на одном заряде. Наушники, которые имеют встроенное шумоподавление аж трех типов. Шумоподавление трех типов, расскажу об этом чуть позже. И наушники, которые сам производитель позиционирует как полноценный аналог Sony XM5, полноценный аналог Bosse и прочим дорогим всяким разным Sennheiser. Что из себя эти наушники представляют? Сейчас распечатаем и посмотрим. Ну а сперва, конечно же, я вам расскажу про их характеристики. Динамик 40 мм, неодимовые магниты, чувствительность 114 дБ, сопротивление 32 Ом, Bluetooth самый последний 5.4 версия. Дистанция связи от 15 до 50 метров, так заявляет производитель. Имеется мультипоинт, можно подключить к планшету, к ПК, куда-то там еще, ну по крайней мере два подключения точно у них есть. Аудио-кодек SBC AAC, три режима активного шумоподавления, о чем я уже говорил. Режим низкой задержки, аккумулятор 1200 мАч, время работы 120 часов. Разрабы постарались в красоту, коробочка действительно выглядит как будто премиальный продукт. Наушники выполнены выдавленным таким тиснением на коробке, глянцевым, симпатично, это выпукло все это ощущается. И с задней стороны, конечно же, куда без этого значок Hi-Res, но сами понимаете, Hi-Res здесь не то, что не пахнет. Его здесь и не ночевало этого Hi-Res. Кейс с наушниками на замочке, открывается, закрывается, ну и внутри сами наушники. Коробочка, в ней идет кабель для зарядки, USB, тип C, кабель, который можно подключать к наушникам одной стороной, а другой к смартфону, к ПК, к чему угодно и микрофон. Я слушал эти наушники по кабелю и по блютузу. По кабелю наушники играют глухо, как в танке. А теперь посмотрим на них поближе, что они из себя представляют. Сделали типа элитку, металлическое соединение, чаши с иголовьем. Сделали здесь очень плотный охват, когда их одеваешь, они ощущаются на голове очень плотно, можно бегать, не слетят. Здесь мякушка такая, ну типичная обычная мягкая мякушка. Не давит ничего, очень комфортно и удобно. Ну и естественно такая вот линеечка здесь, видно, да, деление. И довольно ощутимые такие фиксации. То есть можно на любой размер отрегулировать и они скользить не будут. А вот и органы управления. Подключаем миниджек, подключаем сюда Type-C для зарядки. Включение и выключение кнопка наушников, она выполняет только одну функцию. Кнопка громкости, если удерживать, переключается трек плюс, удерживать переключается трек минус в обратную сторону. И однократные нажатия это увеличение или уменьшение громкости. Кнопка ANG, вот эта вот, она включает режим прозрачности, она отключает режим прозрачности, она включает режим шумоподавления и она отключает режим шумоподавления. В этих наушниках режим шумоподавления и само включение наушников, они раздельны. То есть можно не включать наушники, а использовать просто режим, не подключая их ни к смартфону, ни к чему, режим отдельно будет сам включаться и будет работать. Я такого раньше не встречал. Вещь полезная вообще вот в данном случае, когда можно просто не подключать их ни к чему и даже не включать эти наушники, а просто использовать кнопку шумоподавления, чтобы обезопасить себя от соседей гондурасов, которые делают ремонт и сверлят по утрам. Вот эти сетки являются отверстиями для микрофонов шумоподавления. То есть звук извне проникает в них и отфильтровывается. Вообще чувствуется какая-то не то чтобы премиальность, но чувствуется добротная качественная сборочка. Симпатичненько все. Выглядит круто действительно и ощущается приятно очень. Но насчет звука мы сейчас поговорим и звук это конечно далек от премиальности. Удалось добавить не с первой попытки, но удалось добавить конечно наушники в программное обеспечение в этот софт. Ну и быстренько по эквализации и по всему остальному попробуем режим шумоподавления. Есть три варианта нормальный режим прозрачности и шумоподавления. В шумоподавлении есть три вкладки. Легкий, средний и высокое шумоподавление плюс адаптивное. То есть адаптивное вырезает какую-то одну определенную частоту, низкую частоту шума. Но здесь по умолчанию стоит высокий. Здесь есть режим низкой задержки, его можно включать, можно отключать. Но как ни крути, режим низкой задержки вам в любом случае снижать будет битрейт. В настройках звука можно поменять озвучку бабы в наушниках. Вместо английскую поставить китайскую. Она скажет И ты будешь слушать ее на китайском. Есть калибровка 3D звука, но в любом случае это звучит как в жопе динозавра. И зачем это включать вообще непонятно. Есть трекинг головы. То есть когда ты одеваешь наушники, поворачиваешься к монитору допустим одним ухом, другим ухом. И у тебя в одном ухе будет громче тем ухом, которым ты повернул. Только зачем эта функция нужна, я не понимаю. Кто будет смотреть какие-то фильмы или игры и поворачиваться в бок от монитора. Ну и какой в этом эффект. Абсолютно бесполезная, как по мне, функция. В любом случае есть еще настройки эквалайзера. Вот это более интересно, потому что изначально по умолчанию наушники по проводу играют довольно мутно. Довольно глухо. Как будто высокие частоты просто обрезаны. Но играют относительно ровно, относительно правильно, если можно так выразиться. Но без высоких частот. Это по проводу. Как только отключаем провод, подключаем их по блютузу. Высокие частоты рождаются. Они тут есть. Их тут довольно много. Детализация какая-никакая присутствует вполне. Здесь какой-то замыленности звука абсолютно нет. Но есть другой нюанс. Они звучат очень криво в плане одного килогерца. Не знаю по какой причине им так далее. Но именно по проводу они более ровно звучат. Хотя без верхних. А вот именно по блютузу они очень на килогерце крикливые немного. Они выпирают. У них есть такой тоннельный коробочный звук. Какие настройки эквалайзера выставить, чтобы наушники звучали адекватно? Один килогерц дропаем приблизительно на 3 дБ. Два килогерца можно оставить в стоке. Можно чуть-чуть поднять от 0,5 до где-то 1 дБ. 4 килогерца поднимаем на парочку дБ. 8 килогерц можем поднять буквально 1,5 достаточно будет. 16 килогерц можно не трогать. Этого вполне хватает. Но кому-то еще дополнительный воздушность, объем нужен. Можно чуть-чуть поднять на пару дБ, но не обязательно. Далее. 500 герц поднимаем на 1,5 дБ. То же самое проделываем с остальными ползунками до 125. Плюс-минус 1,5-2 где-то вот так выставляем. Если кто-то скажет, что это дичь какая-то, я вам скажу, для этих наушников это не дичь. Это вполне адекватный эквалайзер. Вы еще не видели, что люди делают с теми же анкерами LiveQ30. Вот такой эквалайзер дает более ровный, более что ли естественное звучание какое-то. Но тем не менее, это тоже не эталон. То есть их настроить как-то уникально вряд ли получится. Ну, чтобы они прям хорошо звучали. Это вряд ли возможно. Тем не менее, слушать можно музыку. Баса много. Они довольно приятно звучат. Но вот именно коробочное звучание на 1 кГц, оно все убивает. И если 1 кГц снижаем, не хватает плотности. Поднимаем вот здесь плотность и добавляем. Все равно недостаточно. Сам динамик, он сильно задемпфирован здесь. Но при этом наушники очень яркие, когда играют по блютузу. Короче, возиться с ними, возиться. И какой-то вот рекомендации здесь дать по этим наушникам невозможно. Я скажу так, что они довольно симпатичные, классно сделаны, очень хорошо выглядят. Тем, кто делает привязку софта, обязательную там почту, логин, пароль, и без него не воспользоваться софтом, вот тем писюном по губам обязательно провести нужно. Здесь софт не требует привязку, можно в режиме визитера его использовать. Это хорошо. Минус софта в том, что он обязательно требует включения местоположения. Вот за это нужно писюном по губам проводить разработчикам. И такой софт нужно игнорировать. Такие продукты нужно игнорировать, которые требуют привязку, вашу регистрацию, либо местоположение. Здесь требует местоположение в топку такой софт. Приложение кривое. Раздражает, потому что я туда эквалайзеры вносил, разные типы эквалайзеров, перезагрузил. Все. Нет опять эквалайзера ни одного. У меня сгорела жопа просто на этом. Отвратительно сделан софт просто гигапоганный софт. Он долго думает, долго подгружается. Приложение отвратительное. Пользоваться невозможно. Далее. Эквалайзер работает. Наушники реагируют на эквалайзацию. Если, допустим, просто наушники использовать со смартфоном без ебаного софта, без софта, просто на самом смартфоне регулировать эквалайзацию, будет нормально. До сих пор я не понимал одной вещи. Почему разработчики, делая как бы классные с виду наушники, по посадке они офигенные, ты их одеваешь, они классно сидят, классно именно, ну, тебе нравится как это. Но они не делают классный звук. Почему? Что им мешает? Динамик позволяет. Когда крутишь его эквалайзером, он поддается. Он не тугой в этом плане. Он реагирует на эквалайзацию. Почему они сразу не делают нормальный звук из коробки, что ты их одеваешь такой, ой, ни хера себе, дайте две, понимаете? Неужели так сложно? Те же самые Soundcore Life Q30 из коробки звучат как помет бегемота. Серьезно. Эквалайзер над подкручиваешь. Опа, заиграли. Да как заиграли? Сонька пыль глотать начинает. Ладно, не пыль глотать, но Сонька где-то отстает позади. Четвертая, X5, вот эта Сонька, которая стоит 30 с лишним к, наушники за 6 тысяч уделывают у Соньки. Эти тоже не уделывают, но я хочу сказать, эти тоже могут поддаваться нормальным эквалайзерам. Почему разработчики этого не делают? Я не знаю. Типа, чтобы потом смотреть, как им в жопу лишатся всякие обзорщики, такие, письюн, векалерты. Я сейчас смотрел, наушники на хайпе. Я перед тем, как распаковать и снять обзор, я посмотрел на Ютубе, там 30-40 обзоров от русскоязычных блогеров буквально за неделю. У них сейчас хайп, именно в это время они выпускают. И там каждый, почти каждый, наушники классные, там все ощекают, звучат охеренно. Серьезно? Вот серьезно? Из коробки? Софт нахваливают, софт, софт, нахваливают софт, да типа такой, там 3D звучит, я смотрю, думаю, мать, вы что, сумасшедшие что ли? Потенциал у них есть, из коробки звучат, ну неплохо, скажем так, но поганенько, я не знаю, как это объяснить. То есть, их можно слушать из коробки, они не вызывают ромотного рефлекса. Но при этом, для тех, кто знает, что такое правильное звучание, человек будет возмущен. Для тех, кто просто покупает Bluetooth наушники в магазинах, они будут вау-эффект иметь. Допустим, если вы покупаете всякие маршалы, вы покупаете различные GPL-ки, вот эти там, за 5-7 тысяч рублей, вот эти, ну, вот такого плана наушники, типа, вы там купили маршалы, ходите по улице, GPL-ки такие купили, то вы от них будете в восторге из коробки. Вам понравится. У них хорошо по высоким, у них глубокий бас хорошо копает, мощно убирает, классно, кайфово, красиво. Вам понравится. Но тем, кто понимает звучание, кто не покупает такие маршалы, GPL-ки, эти наушники, ну, они такие, чего, это что такое? И вам придется купить по лазерам. Вот что я имел ввиду. Поэтому помните, что вообще не все, да и все, точно не все, наушники писюны, это, конечно, нехорошо. Но самое главное, берегите себя и свои писюны, если вы понимаете, о чем я. М-м-м. 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 Субтитры создавал DimaTorzok